Однажды меня спросили Людей всегда привлекают деньги и социальный статус Чаще всего второй идет бок о бок с первым У всего есть цена, даже у людей И для каждого она разная А на что готовы вы ради уважения и комфорта? Или ты думаешь, это не сделает тебя счастливым? Возможно, ты прав Субтитры создавал DimaTorzok Артем, привет! Как дела? Подвеску посмотришь? Да, конечно. Только часа через два Хорошо Кто, да? Это Артем? Че, не узнал, что ли? Да все, дебильнулся че Сейчас тут вышел, свежим воздухом подышай Да, конечно Че я тебе звоню, е-мое? Ты меня даже не узнал Ну понял, понял Хорошо Ладно, все, братан, давай На связи наберемся Видите, да кто-то развеял То Полем, полем, полем на гелике Гелим, ваген, ваген, ваген на телеге Серьезные ребята сзади в кожанке Подруга садись рядом, поехали ко мне Валим, 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 валим на гелике Геленваген, ваген, ваген на делюге Серьезные ребята сзади, в кожанке Подруга садись рядом, поехали ко мне О, Артурыч, здорово, Тём, здорово Рад тебя видеть, присаживайся, будь как дома Ага, спасибо Слушай, Артурыч, ты мне говорил, что с работой можешь помочь А то приехал вообще без денег, без ничего Так, конечно, помогу, только сам видишь, работа у нас грязная Так что, если не боишься, можешь приступать к завтрашнему дня Денег много не обещаю, но на хлеб точно хватит Ну а дальше, дашь что-нибудь придумай Понял, ну как говорится, балков бояться, в лес не ходить Конечно, завтра, да, и приступлю И это, Тём, завтра, когда с утра придешь, займись моим МС Себе нового коня купил Вот это, крусты, что ли? Угу Ну все, понял, до завтра, да? Давай, встреча На первый взгляд, может быть непонятно, что за человек Артур Что я не ошибся в выборе друга После школы наши пути разошлись Я пошел в армию, а Артур стал работать на отца И перебрался в Москву Еще в армии он написал мне о работе Поэтому я решил попробовать Артем, приветствую Приветствую Как настроение? Да, все хорошо Как договаривались? Да все хорошо будет, не беспокойся Да я за машину не беспокоюсь, за тебя переживаю Что произошло? Да, встретились с одноклассниками, чуть выпили Но остальное ты сам знаешь Тебя я таким никогда не видел Ну я тогда поехал, жду связи Давай, удачи Пока Вот это тачка Я уже устала Тебя постоянно нет дома То эти твои гастроли, то эти друзья Че тебе вечно не нравятся? Да все Особенно эти твои гастроли Чем ты там вообще занимаешься? Чем я там занимаюсь, это вообще не твое дело А чье это тогда дело? Успокойся Я думал, эта тачка, которую я тебе подогнал недавно Привела тебя в чувство, нет? Алло, Артурыч, здорово Тут, короче, с Кристинкой познакомился Завтра тебе покажу, может, знаешь, мало ли Ну все, понял Не отвлекаю Давай Так, ты сегодня отлично выглядишь Туда? Туда Ну, ты же понимаешь, что эти секси-фотки меня не цепляют? Конечно, нет Ты же понимаешь, что это искусство? Искусство? М-м Я тебя умоляю Все мы здесь ради больших денег Ну, может быть, ты да, а я нет Давай же, может, перейдем к другому? К чему? Наши новые встречи для съемок Как насчет завтра? Может быть Я тебе позвоню Хорошо Договорились Кристина, что за Артем? А, не важно Ты совсем сдурела Тебя ж твой убьет Он чусь Да, Артуруч, что там? Че случилось-то? Да я хотел сегодня отдохнуть И вот прилег, че это Ага Че там, сочно надо выйти? Ну ладно Ща буду Привет! Как тебе город? Шикарно. Часто бываешь? Да, практически поселился здесь. Все классно. Я без тебя, словно с дьяволом, наедине. Шила. Ты так красива, как зима после леви. Ты че, голоса нет. Ты так красива, как зима, ты так красива, как зима после леви. Или просто сердце в щепке. Так просто сердце в щепке и все. Стой, только не сбей меня от руган перед самой свадьбой. Опачки, малыш. Че так долго, малыш? Ну, там очередь, как за хлебом в девяностые. А так все четенько вообще, в принципе. Да, блин. Молодой человек, вы знаете, что здесь парковаться нельзя? Теперь знаю. Ваши документы. Сейчас, сейчас я выйду, ладно? Привет, командир. Добрый день. Как ты подошел? Я не успел отъехать даже, никуда спрятаться. Держи. Идем, отойдем, пожалуйста, чуть в сторону. Это так, смотри, это документы на машину. И я тебе сразу, как есть, скажу. У меня прав нет, я их потерял. Я музыкант, вот так вот по России езжу. И у меня нет возможности где-то пойти, знаешь, там, сделать эти права, там, и все остальное. Понял? Ну, нет у меня ни времени, там ничего. Я то здесь живу, то там живу, то еще где-то живу. Я там трезвый, не бухаю, понял? Ничего не употребляю. Нормальный парень на самом деле. Ну, просто у меня не получается, понял? Времени нет. У меня там ребята есть, свои знакомые. Я у них попросил, они сейчас должны, там, сделают мне права и просто, там, отдадут. Я просто почему тебе все это рассказываю? У меня там в машине, понял, эти цветы лежат. Девчонка ко мне приехала, понял, с пензой. Я столько за ней, там, ухаживал, там, бегал туда-сюда. Ну, короче, сам понимаешь, какие моменты. Я тебя прошу по-человечески, можешь отпустить меня? Просто сейчас вообще это будет не в кассу, если так сделаешь. Хорошо, тогда можешь езжать. Красавчик, спасибо. Что он хотел, Тим? Он говорит, шина накачана, я говорю, да. Он говорит, багажник провел, я говорю, да. Счастливого пути. Ну что, поехали? Поехали. Ну, я, пожалуй, останусь с собой, за дверь, как в этом аналоге. Я не выбирал, так решила судьба. Вся моя дорога шальная игра. И невелика беда, невелика беда, Чтобы быть я лишь одна, лишь одна. Ой, твой зампух, я бегу с юга на запад. И, как мне казалось, я нес тебе солнце, но на западах. Скажи, звучит? А? Поехали. 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 Я попрощу у него помощь, и снова в ответ решили Сам всё поймёшь Понял, хорошо Кристина, привет! Как делишки? Отлично, ты сегодня свободна? У меня есть для тебя маленькая дельца Хорошо, тогда собираюсь, я скоро заеду с тобой Всё, пока Завтра, короче, в офис надо будет заехать Кое-какие дела порешать И деньги с собой захвати Хорошо Хорошо Жека написал В общем, у него не получится приехать Так что я тебя с ним в следующий раз познакомлю Он говорит зайти в офис там Его партнёр ждёт меня В общем, с ним переговорил насчёт денег Поэтому сейчас быстро-то расскажу А потом в следующий раз уже встретимся, познакомимся Ну всё, понял Ну, давай, сейчас, быстро Конечно, я рад за Артура Зависти у меня к нему нет абсолютно Да и мне самому выгодно, что бизнес расцветает Но этот Жека показался довольно мутным персонажем Впрочем, все люди с капиталом такими кажутся Артуру я об этом не сказал, но внутри у меня были сомнения Стоит ли всё это начинать? Давай, идите Приветствую Да, привет Женя сказал, нужны деньги, он подъехать не сможет Сумма крупная достаточно Тебе её привезут, завтра нужно будет подъехать забрать Так смотри, пожалуйста, в жир ногами не залети Я понимаю, вы с Женей друзья, мы с ним партнёры Поэтому нужно сделать так, чтобы наши дела и финансы шли только в гору Поэтому завтра человек тебя наберёт, подведешь куда надо Ну и хорошего открытия тебе Всё понял, благодарю Артём? О, приветствую Привет, Артём, как настроение? Да всё хорошо Хорошо, удачно Машина готова Перчатка твоя? Да Со скрипом удалось разобраться? Всё отлично Давай посмотрим Очень интересно послушать А ну-ка Вообще зачётно У тебя золотые руки, Артём Прям класс То, что нужно Спасибо тебе Да не за что, это моя работа А гелик реальный огонь Мне бы такой Что бы ты с ним делал? Ну это как статус На дороге уважения Да и вообще в целом крутая тачка Ну, я тебе скажу так Ты парень хороший У тебя он обязательно будет Если у тебя есть такое желание Угу Тебе удачи Спасибо тебе Если задуматься, зачем мне такая тачка Статус и уважение, конечно, поднимают самооценку Но они делают тебя счастливее По крайней мере, надолго На тот момент я не осознавал, что крутая тачка нужна не только для того, чтобы доказать что-то самому себе А кому-то другому, кому-то особенному Повышается градус, ай-яй На разговор катит, браво вздавай Аргумент, разговоры не знай Делай, что диктует, статус стреляй Все на месте ждут нас, поехали скорей Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, мой огромный Можно ваши документы? Да, все равно Опять училась, по-моему Что-то скорость превышаете, как самочетно? хорошее опаздываю куда опаздываю на студию я сам есть артисты вот так для души пишу а татарина знаешь но я слышал нормальный трек идет хороший трекер я слышал его скоро трек еще не будет только бомб нормальный будет но заплатить когда я опаздываю на записи не смеешь езжай не торопись больше все убит 1 и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Пока! Ага, Жек, все. Деньги получил. Понял, остальное на счет поступит. Ну все, благодарю тебя, дружище. Увидимся на открытии клуба. Давай, пока. У меня будет самый лучший клуб в Москве. Ну, короче, этот молодой пацан у нас на районе собирается бар открывать. А мне вообще не очень интересно, чтобы здесь какой-то бар открывали. Здесь не так много людей и так живет. Сможете пробить? Только так, чтобы без лишнего этого вот беспонтового кипиша не было. Посмотри, с кем он работает, чем он дышит вообще. Короче. Сливать его надо. Светлана Светлана Артурыч, давай-давай, Тём. Короче, Артурыч, на сегодня всё, моторчик что-то уже барахлит. Вчера-то хорошо погуляли. Береги свой мотор, братан, а то ещё какая-нибудь блондиночка его разобьёт. Ага, ладно, ладно, поехали домой, короче, в душ. Поехали. Слушай, братан, у меня же скоро днюха будет. В этом году я решил отпраздновать, так сказать, в узком кругу, среди близких друзей, так что ты у меня в списке. Слушай, бери с собой эту, как её там зовут, на эту блондиночку, понял же кто. Слушай, ну я вчера всю ночь не спал, шарился в социальных сетях, ВКонтакте. Короче, нашёл там девочку одну, познакомился, схожусь и на свидание, ну а там уже посмотрим, с кем приеду. Ты чё, её просто по фоткам, что ли, увидел? Ну, типа того. Слушай, да они же там все зашпаклёваны под фильтрами. В жизни, может быть, ты даже и лайк не поставишь. Ну, правда, жизни. Влюбился в виртуальную тёлку. Братан, ты меня удивляешь, ты меня удивляешь. Тебе потрахаться надо, отвечаю, пустить пар. Так что бери её с собой, по-любому не обломаешься. Слушай, давай так, я с ней встречусь, познакомлюсь, на свидание схожу. Пятое, десятое. А там уже решу, с кем приеду. Ах, как знаешь, как знаешь. Это онлайн жизнь, опасная штука. И всё же я понимал, что она меня сильно зацепила. Все мои попытки отвлечься на других, в общем-то, ничем не заканчивались. Она казалась мне недостижимым идеалом. Девушкой, которую я всегда представлял в мечтах. И почему мне всегда нравятся те, с кем мне явно не по пути? Ты, Артём? Да. У тебя встреча с Кристиной? Допустим. Допустим. Садись назад в машину, отъедем, поговорим. Мы тебя правильно поняли? Ты к Кристине идёшь? Ну да. Ясно, ясно. Так куда мы едем-то? А сейчас всё увидишь, куда мы едем. Ну-ка, подожди-ка, тормози машину. Да не, поехали, поговорим сейчас, пообщаемся, всё нормально будет, не переживай. Я тебе говорю, тормози машину. Да тормози, тормози, дружище. Я тебе сказал, тормози машину. О, полегче, 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 полегче. Пускай бегает, всё равно попадётся. Да по-любому, пускай бежит, найдём его. Алло, Артурович. Слушай, я сейчас геолокацию скину, забери меня, а. Да меня чё-то... Времени нет тебе объяснять. Ага. Просто забери меня, потом тебе всё объясню. Давай. Вот этого человечка ты пробей потихо для нас, как обычно. Да, этот перец на нашей территории клуб открыл. Ну, а тебе решать по теме? Сделаем. Ну что, предлагаю по маленькой. За общее дело, как там у нас в песне? Наша служба и опасна, и шучу-шучу. Как открытие клуба прошло? Да в целом неплохо всё. Только одна неприятная ситуация произошла. Что случилось? Да к парню нашему приставать начали. Тип, всё фоткаться лес. С подружками, друзьями своими. Ну, пришлось угомонить его чуть-чуть. Кто такой? Да это был сын Филиппова. Ну, ты понял, про кого я говорю. Макс, слышь, урегулируй вопрос. Ну, а так всё хорошо? Так, в принципе, всё нормально. Гастролируем по городам, работаем над альбомом. В принципе, всё ништяк. Какой альбом? Дмитрий Сергеевич, там это, опять ваш сынок чудит. Угомоните его от греха подальше. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот это правильное решение, браток Все как будто с нуля, я снова на дне, я снова на дне Надо мной корабли, вот и ливень пошел Я спрошу, как дела? Буду искренне рад, если все хорошо От влажного тела пар, туманные города Билеты в один конец, билеты только туда Задумчиво обернусь, с тоскою смотрю назад Но больше я не вернусь в чужие твои глаза От влажного тела пар, туманные города Билеты в один конец Ну что там? Хорошая девчонка Ты знаешь, береги ее В обиду не давай Да девчонка-то она замечательная Только мне сейчас отношений не нужно Тем более таких, как она хочет Серьезных Да и вообще, чтобы задумываться об отношениях В семье Мне надо самого сейчас на ноги поставить Прежде чем О чем-то задумываться Да я понимаю тебя Но ты все равно Береги ее А так не переживай Пойдем лучше выпить И надо признать Что я поздно узнал Твою мутную суть и мокрое сфаль Так красиво сияет, машины гудят На нем танцевать Будут капли дождя От влажного тела пар Туманные города Билеты в один конец Билеты только туда Задумчиво обернусь С тоскою смотрю назад Но больше я не вернусь В чужие твои глаза От влажного тела пар Ну расскажи, чем занимаешься? Я переехала в Москву из другого города Из Томска В своем городе перспектив не видела Сейчас учусь, работаю Так, мама с папой помогают А ты чем занимаешься? Я переехал к другу в Москву С Братской Аркутской области Ну как переехал? Меня друг позвал У него свой бизнес Автомастерская Вот я там работаю Ну так сказать, подрабатываю автомехаником То есть как бы больших перспектив Пока я не вижу Ну будущее все покажет Вот Вкратце, как-то так Может еще вина? Ой, нет, спасибо Я никогда так много не пила, как сегодня С меня хватит Ну да, я так же Серьезно? Да не, бывалый похлещ Ну как? Вот тут еще Да, мне вот это нравится Красотка вообще Здесь хорошая получилась, да? Мне нравится Кристин, а ты мне скажи Зачем тебе другие парни? Все так интересует моя личная жизнь Да просто Поинтересовалась по-дружески И все Мне пора, я думаю, закончили Ну если ты торопишься, то все Все, завтра придешь Завтра придешь? Завтра придешь? Здорово Здорово, братан Ты что, откуда, сервисы? Да, сервисы еду Ты знаешь, в последнее время работа навалилась Кстати, по твоему вопросу насчет машины Я тут на днях пригнал две тачки Белой Мерси раньше Если что, можно брать в пользу Пацаны уже в курсе От души я как раз тут хотел С девчонкой по ночной воске покататься Ты как сам вообще? Как ночь как-то прошла? Да бодренько, на позитиве Хорошо отдохнули Правда? А мне показалось, что твоя подруга Чуть-чуть чем-то недовольна Знаешь, я тебе так скажу Я целый год в этой армии провел Понимаю И мне сейчас далеко не до серьезных отношений А что, влюбилась что-нибудь? Да не Я хочу погулять Ну а что ты теряешься? Кайфуй? Пытаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Темыч, что сидишь тут? Пойдем к девчонкам Пойдем Подпишись Пойдем к девчонкам Это чо за тип? Помнишь, я тебе про Кристину рассказывал? Это вот её муж. Мы с тобой ещё встретимся, Павло. Давай, давай. С тобой мы где-то встретимся скоро, Даже если твой статус пустимый зов, Он тебя не спасёт от пулевизу, Погоня забелит. Ну как ты поживаешь? Рассказывай. Да, в целом нормально всё. Слушай, ты ничуть не изменился, постоянно что-то недоговариваешь. Слушай, коль такая песня, может сходим ко мне? Я тут квартиру снимаю неподалёку. Здесь что ли? Да. Как тебе идея? Да, можно в принципе, чё нет? Надо только за выпивкой сходить. Хо-хо-хо. Ты что, знал, что меня встретишь, Стэль? Да нет, просто выпить захотелось. А, рассказывай. Просто так ничего не бывает. Пошли. Дома мне всё расскажешь. Да? Один на один уронит, как савиньям. Что ты говоришь за спиной не моём. Дорогая, хватит наступить наше время. И белое платье наденешь, как хотела. Не понимал, что вокруг, где свои. Давайте. Для тебя. Ну рассказывай, что там у тебя с ней произошло? Ну ничего, списались с ней ВКонтакте. Ну как списались? Я ей написал. После армии пришёл, короче. Всё там по девчонкам. Отрывались, короче. Ну и всё, получается. Думал, вообще она меня не ответит. Тем более из Москвы. И всё получается. Потом я захожу вроде как домой. Она мне отвечает. Ну и всё. Я ей рассказываю до этой встречи, как она уже произошла. И получается, какая фигня. Потом незаимности, ничего, короче. Просто игра какая-то в одни ворота получается. Совсем она, Артём, тебе голову скружила. Совсем ты потерялся. Да, не то чтоб скружила. Просто влюбился и всё. Слушай, мой тебе совет. Выбрось ты эту москвичку из головы. Надо она тебя. У нас столько красавиц. Вокруг ты оглянись. Столько девчонок красивых. А ты всё привязался к этой Кристине. Да, Жек. Дело-то вообще в принципе не в этом. Красавицы-то много. Толку нет. Как бы она мне в сердцах запала. Что вообще. Хотя есть, в принципе, та девушка, которая мной дорожит. С которой нехорошо. То любит, короче. Но душа к ней не лежит. Ну тут уже ничего не изменишь. За тебя, Тём. Ну давай спой что-нибудь. Я тебя пять лет не слушал. Есть у меня хорошая песенка одна. Как раз под твоё настроение. Послушаем? Да, включай. Пишу привет тебе поздней ночью. Я никогда не поставлю точку. Тоску, печаль, выжигаю точек. Тебе всегда хочу очень-очень. Был дурак, что тебя обижал. Язык мой враг, мой строкинжал. Да и вся жизнь моя балаган. Взлетать, чтоб падать твоим ногам. Помоги мне понять, что хватит. Глупо золотые годы тратить. Буду рядом помогу с нами. Привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Работаю. Я сейчас занят. Я не вовремя? Ты извини меня, пожалуйста. Но у меня правда сейчас нет времени. Алин, я тебе позвоню. Хорошо. До связи. Ну что, ты цел? Давай, поднимайся. Погнали, погнали. 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 Да там Кристина с одной бабой. Сам не знаю, что происходит. Ну, влиятельные люди какие-то. Да не важно, какой статус. Важно в любой ситуации оставаться человеком. Давай накажем их. Погнали. 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 Не надо. Погнали. Я не выбирал, так решила судьба. Вся моя дорога шальная игра. И мне велика беда. Что попытка лишь одна, лишь одна. Я вопрошу лихвууfi cùng снова ответ. Тишина. И обстановка так напряжена Это молчание, как сотни цепела, неужели? Мне без столько тянет, пореши пару проблем Знаю, это в его силах Он бы сделал лучше всей моим близким анертеном Я вокруг мастер Элстейн, врач из-за дурного мира Думал, так стану свободен, оказался в заперти Эти тысячи ночей без сна Меня чудало, не свели с ума Тема, любимый мой, возьми трубку Полагайся на себя, не бурься, не ководник Еще не приговор, когда что-то не в касане Я это понял, жалко только с опозданием Загадал орех, но опять выпала решка Спасибо за поддержку Я не выбирал, так решила судьба Вся моя дорога шагная Так все порешайте, сразу мне доложите Отбой Чтобы быть я лишь одна Я не выбирал, так решила судьба Вся моя дорога шагная Привет Привет Че ты, откуда? Да так А где Аня с Максом? Да они сегодня че-то не могут Опять какие-то планы там появились Вот, я у него взял на два часа машину Он не против А что мы будем делать? Яру все придумал на программу Два бляда в кино Едем смотреть? Поехали Артуру я не соврал Девочка действительно была замечательная Но мысли мои крутились вокруг другого И как бы ни была хороша Алина Затмить стул ей не удавалось И все же я решил не обрубать ни общение И попробовать узнать ее получше Фильм снят реально здорово Несмотря на то, что режиссер молодой И герои в нем яркие Прямо как мы Это да Но то, что показали, что там с молодежью связано Это, конечно, капец Не знаю, что хотят в жизни Что им надо Ты очень сильно переживаешь Это же кино Да, кино ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Котенок Я тебя люблю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аркадий, мне нужна твоя помощь Либо совет Помнишь тех отморозков в дороге? Да, конечно Вот сейчас Артур Лежит из-за них в реанимации И непонятно вообще Выживет он или нет Я, конечно, не советник В таких делах Но если это коснулось Близких людей Надо действовать По-второу, по-дher По-другому надо действовать По-другому надо действовать Тебе нужно принять решение И не корить себя Понял? Вот поэтому я к тебе с этим и пришел Смотри, какое дело, Артем По этим отморозкам я достал информацию еще после той потасовки Это на всякий случай, мало ли что там будет И с ними, если ты примешь решение Потому что точку нужно ставить, дабы не карать себя всю жизнь С ними нужно решать жестко, иначе никак Поэтому ты для себя реши, точка будет за тобой Ну я думаю, если уж до такой ситуации дошла, подумаю Подумай, другого варианта нет Алло, привет Все сделали? В районах, тут же лёг, так часто я смогу и шурах Расскажи им, Жура, что такое гора, а что просто кураж Алин, привет Видел, что я тебе на столе оставил? Все срочно, уезжай из города Денег тебе на первое время хватит Да, 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 из-за этой Кристины Ты сейчас что хочешь выяснять отношения? Тебе говорю, уезжай из города Денег тебе на первое время хватит Я как все сделаю и приеду А помнишь, Артур был пацан, с которым мы общались раньше? Который приходил тоже по работе Помню, помню А куда он потерялся, не знаешь? Приходит он? Я бы тебе такой же вопрос задал Я тоже до него уже достучаться не могу А есть у тебя труба его? Его труба есть, но бесполезно Я думаю, можно попробовать через Артёма Ну ладно, номер его дашь, я потом наберу Давай Алло, Артём, привет, Тимур меня зовут А, привет, ты меня не знаешь? Артём, я знаю, что хотел у тебя поинтересоваться? Мы с Артуром товарищи очень хорошие Ага, ну да, всё правильно Не можем найти с Валерой Артуром уже сколько времени Валера не может дозвониться Я сейчас номер взял, не могу дозвониться Я просто все номера его потерял Да, а что случилось? Угу Ты можешь сегодня-завтра увидеться, ладно? Со мной по этому поводу Ну всё, хорошо, я жду твоего звонка Угу, давай от души, доброго вечера Что в итоге с Артуром-то? Тебе зачем вообще Артур? На самом деле можешь спокойно относиться к каким-то моим мотивам Меня просто ряд моментов по жизни с ним связывает Я хорошо к нему отношусь, он там для меня какие-то вещи хорошие делал И я ему тем же отвечал Сейчас мы просто потерялись как бы со связи Я чуть-чуть разволновался, что не могу дозвониться ему Хотелось бы просто пообщаться Мало хороших людей, знаешь, в жизни Угу, это точно В общем, Артура больше нет в живых В смысле нет в живых? В прямом Его убили позавчера Как убили? Кто убил? Его же в машине Но это не суть важна Там серьёзные люди замешаны очень Вот как-то так Ну и что планируешь делать? Ну, врубить ответку, скорее всего Погожди Ты сейчас хочешь сказать, что эта ситуация никак не разрешилась? Пацана просто убили и ничего не сделать с этим? На данный момент нет Почему я говорю, что серьёзные люди? И там вообще всё честно из-за бабы, из-за пистины Вот, но опять же Я не хочу об этом размусоливать Жизнь, рулетка вообще Прими мои братские соболезнования Если что, какая помощь нужна будет, звони, обращайся, ладно? Хорошо И Артём Артур, конечно, был хороший пацан Но мне тоже будет его не хватать Но именно касаемо ответки, которую ты хочешь устроить Я бы не торопился Подумай об этом Пацана мы всё равно не вернём Понимаешь? А дров наломать Доставить беспокойство И несчастье себе и своим близким Всегда можно успеть Поэтому подумай хорошенько Прежде чем что-то делать Ну, я что-нибудь решу Спасибо Хорошо Давай, всего доброго Здорово, бро Чё, как прошло всё? Дорой брат Без происшествий Отлично То, что нам нужно Свой гонорар Напугать, да, нас решил? Холостыми стрелял Ну, походу Тьфу, блин Да, алло, любимая Да вот, домой иду Как там, детишки? Да, привет, Сергей Артур, чё, жив? Я собирался автосервис покупать Мне это сейчас возняло Вообще ни к чему Ладно, решим Субтитры сделал DimaTorzok Другой брат Здорово, братуха. Че, слыхал последние новости? Слышал, слышал. Ну, там ребята встретятся, все будет нормально. Посмотрим, брат, что дальше будет. Главное, семья. Соглашусь. Продолжение следует. Ты встретишь, квартиру где-нибудь за городом найти? У пацанов проблемы, сможешь? Да без проблем, все сделаем. Все, по телефону не общаемся, они тогда объяснят все. Все, пока. До встречи, парни. На связи. Алло, Белый. Не могу дозвониться до Константина. Есть важная инфа по вашей теме. Я тоже не могу до него дозвониться. Давай через час в нашем офисе. Есть, принял. Буду. Помнишь, ты мне скидывал данные человека с просьбой разослать по всем нашим? Так вот, оказывается, он сегодня обратился за помощью к моим людям. Вот адрес. Мне с тобой и Косте делить нечего. Ну вот и порешали. Что бы я сделал, если бы у меня было много денег? Сейчас ответ на этот вопрос не так очевиден для меня. Вернулся бы в прошлое, не совершил ошибок. Но так бы я не понял, что это были ошибки, верно? У всего есть цена. У жизненного опыта тоже. И порой она несоизмеримо высокая. Но что бы ты ни сделал, на что бы ты ни сделал ставку в жизни, в конце тебя будут мучить сомнения, правильный ли выбор ты сделал. Особенно если этот выбор пожертвует всем ради друга. Погоня за белецами с ворой, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу. Погоня за белецами с ворой, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу. Они любили ведь меня еще за школы, за мою активность, за мои приколы. Сказать, что хорошо учился, значит обмануть, а я прожаренный, умел так провернуть. В то время уже знал, надо подружить со всеми, не лез под шкуру, нет у каждого своей качели. Какой бы статус ни был, находил подхол, директор школы, капитан или телеги вуз. Дорога моя матушка, не знаю куда заведет или спастишка. Ударит сильного, а не сильного. Крутой поворот решает судьбы. Погоня за белецами с ворой, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу. Погоня за белецами с ворой, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу.